Россия и США в преддверии встречи на высшем уровне. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Украина.ру за 31 мая 2021 года. Запланированная на 16 июня встреча президента России и США в Швейцарии станет этапной, независимо от того, удастся ли прийти к соглашению хоть по одному из заявленных вопросов. Именно поэтому встречу будут пытаться сорвать до последнего дня и в России, и в США, и в ЕС довольно сильные позиции у сторонников жесткой линии, воспринимающих переговоры как слабость и настаивающих на борьбе до полной капитуляции противника. Такой подход имеет под собой достаточно прочное основание. Дело в том, что в политике окончательная победа достигается только в случае полного уничтожения противника, так чтобы он, как древняя Сирия, уже никогда не возродился. Все остальные победы, даже такие сокрушительные, как одержанная Германией во франко-прусской войне или как победы союзников в Первой и Второй мировых войнах, ведут лишь к более или менее длительной паузе, после чего борьба начинается вновь. Зачастую даже конфигурации союза в новом абсолютно изменившемся мире до боли напоминают политическую обстановку почти вековой давности. Казалось бы, современная Германия не имеет ничего общего с Третьим Рейхом. Запад объединен в НАТО и ЕС. В Европе нет противостоящих друг другу военных блоков западных стран. Тем не менее, как и в прошлом веке, англосаксонские демократии с беспокойством смотрят на растущую немецкую экономическую мощь и поговаривают о планах Берлина на Четвертый Рейх. Франция не скрывает амбиций относительно политического лидерства в ЕС. С одной стороны, Германия ей нужна как союзник против англосаксов, ведущих в Европе свой задний двор. С другой, Германия – конкурент в борьбе за лидерство в Европе. Как и сто лет назад, эти страны пытаются натравить Германию на Россию, ликвидировав таким образом опасность создания контролирующего Европу Союза обоих своих конкурентов. В самом Берлине понимают, что Россия является для Германии естественным союзником. Страны дополняют друг друга экономически, между ними практически нет политических противоречий, у них общие интересы и общие оппоненты, например, США и Польша. Тем не менее, по историческим и идеологическим соображениям, значительная часть германской элиты, как и век назад, предпочитает ориентироваться на Запад. Напомню, что в верхушке гитлеровской НСДАП и среди немецкого генералитета были сторонники Союза с СССР, но продавить свою позицию они не смогли. Сейчас сторонники Союза с Россией в Германии также находятся в обороне. Ну и Польша, как в прошлом веке, играет деструктивную роль, провоцируя Европейскую войну, хоть опять окажется ее первой жертвой. Так что сторонники жесткой линии опираются на довольно прочный исторический фундамент, и внешне их позиция выглядит вполне логичной, ибо зачем соглашаться на переговоры, если любой компромисс требует уступок с двух сторон, то есть с нашей тоже. Будем давить дальше, пока враг не сломается. Он ведь явно ослаб, если первым предложил переговоры. Однако главная цель любой политической борьбы – это достижение победы без скатывания войну. Как правило, войне теряют все, в том числе и победитель. Даже англосаксонская манера вести войну чужими руками и приходить на поле боя в момент, где лежат трофеев на длительном временном промежутке, не работает. При всей своей военной хитрости британская империя рухнула, а американская империя сильно шатается и грозит рухнуть у нас на глазах. Дело в том, что основные издержки войны – не только и даже не столько потери на фронте и разрушение инфраструктуры. Как бы цинично это ни звучало, но за исключением случаев тотального геноцида, родятся новые люди, которые построят новые города. Основные издержки происходят от вынужденного перекоса экономики, гипертрофированного развития военного сектора ВВПК, которому необходимы заказы и в те годы, когда войны нет и техника не уничтожается массово на полях сражений. Подобный перекос, искажая нормальную экономическую структуру в конечном счете, начинает влиять и на политику. Именно эта причина лежит в основе безумно агрессивной в конечном итоге самоубийственной политики США, а до них Британской империи. Не они стремились воевать, а их экономическая модель требовала идеологического обоснования массового производства вооружений в мирное время. Поэтому постоянно требовался экзистенциальный враг. США не скрывали своего отчаяния, когда СССР рухнул и американский ВПК потерял жупел, пугая которым заставлял американцев выделять военный бюджет не просто львиную долю доходов, но больше, чем США зарабатывали. Фатальный американский долг – это деньги, перекаченные в карманы капитанов ВПК, а также лидеров идеологического, информационного и политического обеспечения военной гонки. Для того, чтобы добиваться успеха в политическом противостоянии, не скатываясь в военные действия, требуются периоды разрядки. Постоянное нагнетание напряженности приводит к тому, что война, даже самая разрушительная, начинает представляться населению идеологам противостояния и даже политическим элитам меньшим злом по сравнению с ледяным миром. Мы с вами буквально в последние 10 лет могли убедиться, что нарастающая провокационность политики США и их фактический отказ от соблюдения каких бы то ни было правил привели к тому, что в российском и не только в российском обществе стал набирать популярность идея наказания наглецов любой ценой, несмотря даже на риск скатывания в ядерную катастрофу. Судя по всему, подойдя во время весенней военной тревоги к краю пропастей, никто никогда не знает, чем закончится массированная концентрация войск противостоящих сторон на границе. Иногда события выходят из-под контроля и война начинается как бы само собой. Сохранившая остатки вменяемости, часть американской элиты поняла, что необходимо стравить пар глобального противостояния, иначе скотла сорвет крышку. Совершенно очевидно, что такому трезвому подходу способствовали несколько лет выигранные в ходе украинского кризиса российской властью, не позволившей втянуть страну в военный конфликт в 2014-2016 годах. За эти годы были поставлены в армию и освоены войсками новые системы вооружения, изменившие баланс сил. США уже не уверены не только в том, что они способны выиграть войну с Россией, они боятся ее элементарно проиграть, то есть не сумеют нанести России неприемлемый ущерб, при том, что сами такой ущерб понесут. Поэтому американцы выступили инициаторами полномасштабных переговоров по всем текущим глобальным проблемам и проявляют даже большую заинтересованность во встрече, чем Россия. На этом основании некоторые отечественные теоретики, кухонные дипломатики утверждают, что России было бы полезно вообще от переговоров уклониться, но это не так. В стравливании пара мы заинтересованы не меньше, чем США. Зачем рисковать войной, если мы побеждаем в условиях мира? Естественно, возникает вопрос, что же делать, если глобальный компромисс США ослабляет наши позиции, а отказаться от переговоров нельзя? Дело в том, что как бы ни любили шутники формулу «договорились договариваться дальше», именно в таком режиме происходит большая часть наиболее эффективных двусторонних и, особенно, многосторонних переговоров. Мы с гордостью говорим, что СНГ, ООН, ОБСЕ и т.д. в первую очередь площадки для переговоров. Интеллектуально ущербные любители простых решений даже называют их говорильнями, но именно эти беспрерывные говорильни помогают избегать серьезных конфликтов. Обратимся к опыту отношений СССР-США. Первый раз руководство двух ядерных держав осознало, куда завела их политика повышения ставок и ужаснулось, заглянув в бездну в ходе Карибского кризиса. После этого в двусторонних отношениях начался период разрядки, в основном связанный с именами Брежнева и Никсона. Полтора десятилетия СССР и США, кстати, в Женеве, вели переговоры о всеобъемлющем глобальному регулировании, но к полноценному компромиссу так и не приблизились. Были подписаны договоры, ограничивающие масштабы ядерных испытаний, устанавливающие пороговые значения ядерных арсеналов, вводящие отдельные меры контроля. Но даже разоруженческая тематика так и не была до конца исчерпана, не говоря уже о полном снятии всех взаимных претензий. Американцы прозвали министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко «Мистер Нет». Советский Союз также много и жестко критиковал американскую делегацию за неконструктивный подход. Тем не менее, задача была решена. До конца 70-х годов, когда исламская революция в Иране и вход советских войск в Афганистан в одночастие изменили баланс сил на Большом Ближнем Востоке, пар стравить удалось. Затем ставки начали повышаться по новой. И следующую разрядку начали уже Рейган с Горбачевым. Но Михаил Сергеевич, как молодой врач из анекдота, вылечивший пациента, на котором всю жизнь зарабатывал его отец, неправильно понял стоявшую перед ним задачу. Надо было договариваться, а он решил договориться и быстро пришел с Рейганом к компромиссу по всем насущным вопросам. Просто, пойдя на невынужденные уступки, так как считал, что цель США та же, что у него, глобальное урегулирование, на деле же американцы желали получить односторонние преимущества. Он им их предоставил. А они этими преимуществами не замедлили воспользоваться. Так вот, переговоры в Женеве надо вести по методу Громыка, а не по методу Горбачева. Нам важен сам процесс переговоров, поскольку он снижает напряженность, что России выгодно. Переговоры еще не начались, а американцы на несколько месяцев стали вести себя значительно тише. Не стали обвинять Россию в инциденте самолетом в Белоруссии, а раньше бы обвинили обязательно. Не стали вводить санкции против компании, оператора СП-2. Конечно, эта капля в море не решает проблемы глобального противостояния России и США. Но эта проблема никогда и не будет решена. Более того, даже если завтра исчезнут и Россия и США, глобальное противостояние великих держав, только других, все равно сохранится. Для того, чтобы оно прекратилось, должен остаться только один. Еще раз подчеркну, наша задача не добиваться договоренности любой ценой, а вести переговоры ради переговоров, поскольку в период переговоров международная напряженность идет на спад. То есть, Женевский процесс надо сделать непрерывным, как при Брежневе. Вот об этом, формировании делегаций и создании площадки для постоянных переговоров, Путин и Байден могут договориться без ущерба для своих стран. Если это удастся, то это будет их общая победа, а все остальное не больше, чем сопутствующий шум. Россия и США в преддверии встречи на высшем уровне. Ростислав Ищенко Ростислав Ищенко Продолжение следует...